ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм, Благословенное имя Господне! Мы с Интией приветствуем вас на очередном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию программ, которую я назвал «Простые, но глубокие истины». Это напрямую связано с реальностью, а не с религией. Да, это именно то, что нравится мне в истинной вере. Вера отличается от религии. Религия — это сборник законов и правил, которые человек пытается соблюдать. Мы же говорим о взаимоотношениях и чем-то реальном, что действует в нашей жизни. А не просто какие-то мертвые правила. Для нас религия — это отношение с живым Богом. Я думаю, именно так. Надеюсь, ты согласен со мной. Да, в этом смысл моего послания. Я верю, что когда люди не будут брать во внимание различные суеверия и религию, они смогут увидеть Божию истину, это изменит их жизнь. Вы поймете, что Хошем любит вас, и у него есть много всего для вашей жизни. Добро пожаловать. Многие спрашивают, что это такое. Это Слово Божие. Писание говорит, что Слово Божие живо и действенно, и острее обоюдоострого меча. А я призван нести Слово Хошема или Господа в вашу жизнь. Сегодня я с удовольствием продолжаю серию, которую я назвал «Простые, но глубокие истины». Это серия не о религии, а о реальности и взаимоотношениях. Когда я думаю о моих отношениях с Богом, то мне нравится думать о них с научной точки зрения. С точки зрения реальности, а не религии. Иными словами, Бог есть и Бог есть Дух. Мы были рождены от Духа Хошема. Мы были рождены от Божьего Духа. Нам была дана Его природа. И сейчас я хочу практиковать Дух Божий, который есть внутри меня, чтобы я мог изменяться и преображаться в образ Христа, перейти из тьмы в свет и ходить в сверхъестественные побели. И это не религия о реальности и взаимоотношениях. Я начал эту серию несколько недель назад с местописания о Енохе. В Бытии 5 главе 24 стихе сказано, что Енох ходил с Богом, а затем идет весьма таинственная фраза «и не стало его». Послушайте еще раз. «Енох ходил с Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Эти слова указывают на то, что Енох ходил в таком единстве с Творцом, что вознесся земли. Мне нравится использовать этот пример и держать его перед своими глазами, потому что он заставляет меня стремиться к тому же в моей собственной жизни. Я не говорю, что тоже планирую вознестись так же, как Енох, но и ограничивать Бога я не собираюсь. Бог может все. Для Него нет ничего невозможного. Давайте верить в лучшее. Но в этой серии я хочу сфокусироваться на простой, но глубокой истине, которая поможет мне ходить с Богом так, как ходил Енох. Несколько недель назад, когда я начал эту серию, я дал вам один ключ, опять же, простой, но глубокий. Все начинается с признания Бога во всем. Не хочу повторяться, потому что я уделил этой теме две недели. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть два первых эпизода. С их помощью Бог может изменить вашу жизнь, перенастроить вас, чтобы вы встали на Его пути. Во-первых, нам нужно во всем признавать Бога. Только посмотрите. Предыдущие эпизоды вы поймете, о чем я говорю. На прошлой неделе я дал вам второй ключ к хождению с Богом. Понимать Его присутствие в вашей жизни. Опять же, у меня нет времени, чтобы повторять все это. Но следует заметить, что многие из нас упускают то, что Дух Святой говорит нам. Церковь — это не наступает автоматически. Мы не автоматически слышим то, что говорит нам Дух Божий. Вот почему в книге Откровения Иисус сказал, «Кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышат». То есть не все слышат. Слышат не все. Иисус говорит к нам через Своего Духа, но не все Его слышат. Они не способны различить Его голос. На прошлой неделе я говорил о том, как понимать Божие помазание через сны. Пересмотрите этот выпуск. Я рассказывал вам о том, что нужно обращаться вниманием на наши условия, потому что очень часто Бог говорит к нам через наши условия. Иногда Бог есть даже в сложных условиях. И как я уже говорил, иногда сложности — это именно то, что вам нужно для исправления вашей души. Отец использует их, чтобы дисциплинировать вас и привести вас к благословению. Поэтому будьте внимательны к своим условиям и к тому, что вы проходите каждый день. Спрашивайте Отца, «Ты хочешь показать мне какой-то урок в этих условиях?» Пытаешься ли ты сказать мне что-то? Кто-то вдруг позвонил вам. Не принимайте это как должное и спросите у Отца Небесного. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Пытайтесь услышать Его голос в том, что говорят вам другие люди. Конечно же, обращайте внимание на Писание, на божественную интуицию, на свои чувства. Очень часто, когда Дух Святой говорит, мы чувствуем, что правильно, а что нет. Мы чувствуем, куда нужно идти. Мы чувствуем, что нужно делать, а что нет. Но очень часто мы не слишком интуитивны. Не так много времени проводим в Духе, чтобы обращать на все это внимание. Но нам нужно понимать Его помазание. Я говорил об этом на прошлой неделе. А сейчас мы пойдем дальше. На новые территории. Мы можем ходить с Богом, если облечемся в Его природу. Когда я говорю о хождении с Богом, то я на самом деле имею в виду единение с Ним. Енох ходил с Богом, и он сверхъестественно вознесся на небо, чтобы быть с Богом, потому что у него была невероятная близость с Творцом, с Хошемом. Цель нашей жизни — обрести единство с Богом. Итак, когда я говорю о хождении с Богом, то имею в виду единство с Ним, облачение в Его природу. Только мы решаем, как нам реагировать. Например, произошло что-то, что нас расстроило. Мы можем поступить по плоти и отреагировать на это разочарование гневом и злостью, или же мы можем подавить в себе гнев и отреагировать добротой, состраданием и любовью. Если мы хотим ходить с Богом, иметь единство вместе с Ним, то нам нужно облечься в Его природу. Павел говорил нам облечься в Дух. Вот они — характеристики Духа. Любовь, мир, радость, сострадание, здравый рассудок. Затем Павел описывает дела плоти. Это разделение, гнев, злоба, злые мысли, подозрения и так далее. А вот в чем разница между проявлениями Духа, или облачением Духа, и проявлениями плоти. Если мы хотим ходить с Богом, то нам нужно ограничивать природу нашей плоти. Нам нужно подавлять ее, а вместо этого облечься в одежду Духа. Именно так мы и будем ходить в этом мире и радости. В послании к Галатам, 3 главе, 27 стихе, сказано так. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа и облеклись». А в другом месте сказано «облекитесь в смирение» или «в смиренно мудрее». Я хочу подчеркнуть, что это не происходит автоматически. Чтобы облечься в природу Господа, мы должны принять осознанное решение подавлять и ограничивать нашу плоть. Не поддаваться желаниям плоти. Не поддаваться амбициям этого мира. Не поддаваться гневу, злости и сплетням. Мы ограничиваем эту природу и подавляем ее. И учимся тому, как облекаться в природу самого Христа. Мы принимаем решение говорить слова сострадания, слова любви. Мы принимаем решение не быть эгоистами, а ходить в смирении. Божий путь всегда сложнее. Если мы хотим ходить с Богом, то нам нужно облечься в его природу. А для этого нужна большая духовная сила. Потому что это похоже на плавание против течения. Мы плывем против обычного течения. Нам нужно противиться нашей плоти, чтобы облечься в его природу. Нам нужно говорить «нет» таким понятиям, как злость, гнев, сплетни. Говорить «нет» желанию смотреть по телевизору те программы, которые желает смотреть наша плоть. В противовес этому мы должны стремиться к чистому, к полезному, к тому, что назидает нас, а именно благочестивое времяпрепровождение. И я могу говорить об этом очень долго. Это постоянное сражение. Каждую минуту, каждого дня, каждый день приходится подавлять желание плоти и выбирать прямой и узкий путь, чтобы облекаться в дух. Мы должны выбирать путь верный и правильный, чтобы угождать нашему Господу. Тогда Он будет доволен нами. Когда Иисус ходил по земле, Он делал три вещи. Он проповедовал Евангелие. Он изгонял злых духов. И Он исцелял больных. Что с ней произошло? Это Аннет, ей 25 лет. У нее было умственное помешательство. Она пошла учиться и даже стала медсестрой, но она не смогла пройти медицинскую практику. А это ее бабушка. Она узнала, что из-за проблем с головой эта девушка, ее внучка, не могла ничего делать. Пять дней она провела в больнице. Когда они услышали о Крусейде, то провели ее на этот Крусейд. И после молитвы девушка получила полную свободу. Больше никакого хаоса, никаких головокружений. Она полностью свободна. А как ее зовут? Аннет. Я слышала, как со мной говорили. Мне казалось, что со мной кто-то говорит. То есть она слышала голоса. Вы еще слышите эти голоса? Я не слышу никаких голосов, которые я слышала еще в четверг. Голоса ушли. Голоса ушли. Во имя Господа Иисуса Христа. Иисус сказал, старайтесь пройти через узкие ворота, потому что широкий путь ведет к погибели, а узкий путь ведет к жизни. И лишь немногие нашли его. Иисус сказал, что нам нужно прикладывать усилия, чтобы войти туда. Семь раз во второй и третий главах книги Откровения Иисус говорит побеждающему. Это говорит о том, что Бог все сделал так, что нас ожидает сражение. Если мы откроем книгу Брешит или Бутие, то во втором стихе сказано, что до сотворения мира и до сотворения человека вокруг была тьма. А почему? Потому что Бог создал человека, чтобы побеждать ее. Он создал нас, чтобы мы брали верх над ней через Святого Духа. То есть мы созданы для борьбы. Бог поместил здесь сопротивление. Вы только подумайте. Электричество не может создать свет, пока не преодолеет сопротивление. Свет проявляется после того, как электричество проходит сопротивление. То же касается и нашей жизни. Мы должны преодолевать сопротивление плоти, чтобы облечься в Дух и в Свет. Это простая, но глубокая истина. Она применима к вам каждый день и каждую секунду. Истины, о которых я говорю вам, никогда не будут нарушены. Мы должны быть ответственными и исполнительными. Наш Творец, Хашем, дал нам дар. И мы должны побеждать. Поэтому нам нужно облечься в его природу. Есть духовный закон, который я называю законом схожести и несхожести. Этот закон гласит, чем больше мы схожи с чем-то, тем лучше мы познаем эту вещь. То есть я никогда не смогу полностью познать собаку. Я могу любить мою собаку. У нас могут быть какие-то отношения, но я никогда не смогу понять свою собаку до конца, потому что я не собака. Что же я пытаюсь этим сказать? Мы никогда не сможем полностью познать Бога, пока не станем такими, как Бог. Я не говорю, что мы станем Богом, но мы его отпрыски. Вот почему в послании к римлянам сказано, что наше призвание в жизни – это стать такими, как Бог, и облечься в его природу. Послушайте Слово Божие. Я буду вам читать из послания к римлянам. Это 8 глава, 29 стих. Уловите это в свой дух и в свою душу. Слушайте. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». А о чем речь? Бог выбрал нас и предопределил, чтобы мы изменялись в образ Его Сына. Божья цель для нашей жизни – сделать нас такими, как Иисус. Поэтому Он желает облечь нас в природу Царя Иисуса. Чем больше мы походим на Иисуса, чем больше мы облачаемся в Его природу, тем больше мы ограничиваем проявления плоти и выбираем дух и его проявления. Любовь, радость, мир, сострадание, терпение и так далее. Чем больше мы ограничиваем плоть и выбираем дух, облекаясь в этот самый дух, тем больше мы походим на Иисуса, А чем больше мы походим на Иешуа, тем больше мы входим в единство с Богом, и тем больше мы познаем Его. Итак, чтобы ходить с Богом и быть в единстве с Ним, нам нужно признавать Его во всем, а также нам нужно облечься в Его природу. Ну а сейчас я хотел бы перейти к следующему пункту. Нам нужно усвоить Его любовь. Пока мы с вами не усвоим Его любовь, мы должны быть глубоко убеждены в том, что наш Творец, Бог Израиля, Хошем, Отец нашего Господа Иисуса Христа, Творец Вселенной, весьма любит нас. Пока мы не осознаем реальность того, что Он по-настоящему любит нас, и что Он благоволит к нам, мы не будем утверждены в Духе до конца. Пока мы не будем убеждены в том, что Он хочет благословлять нас, хочет, чтобы мы были счастливы. Пока мы не будем убеждены в Его незаслуженной благодати и любви к нам, и не усвоим их, мы не сможем ходить вместе с Ним. Почему многие люди, даже в церкви, живут в религии? Они не усвоили реальность того, что Отец любит их. Отец послал Иисуса Христа умереть за нас на кресте, потому что Он любит их. Правда в том, что Бог был с вами в самые худшие времена, а Его любовь к вам никогда не закончится. Нам нужно усвоить Божью, безусловную любовь к нам, и Он желает для нас самого лучшего. Он желает, чтобы мы были счастливы. Он желает, чтобы мы чувствовали себя так, как Он чувствует. Об этом мы поговорим в следующий раз. Он хочет отдавать Себя нам, пока мы не будем убеждены в том, что Бог благоволит к нам. Он желает, чтобы мы переживали Его благость, наслаждались жизнью. Он желает принести все это в нашу жизнь, пока мы не осознаем Его любовь. Иначе мы не сможем ходить вместе с Ним, потому что Бог есть любовь. И чтобы функционировать согласно Божьей природе, чтобы функционировать в духе, нам нужно функционировать в любви. Но для этого нам нужно осознать, как сильно Он нас любит. У меня еще очень много информации для вас. Хашем любит вас. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Вас ожидает очень важный выпуск программы «Узнавай еврейского Иисуса». Дорогие друзья, Господь любит вас. Господь говорит сегодня к нашим зрителям. Он говорит через Свой Дух. Ты говорил о том, что мы должны осознать Божью любовь, чтобы ходить с Ним. Я думаю, что мы можем прямо сейчас пригласить Духа Святого туда, где находятся наши зрители. Чтобы они переживали Его любовь и усвоили ее, облеклись полностью и целиком в нее. Да, и аминь. Знаешь, я читал биографии великих мужей Божьих, настоящих пионеров веры. Но даже в конце жизни было сложно осознать Божью любовь к ним. У них была великая вера. Они совершали великие дела, достигая людей Евангелия. Но при этом они никогда не были до конца уверены в том, что Отец Небесный любит их. А я хожу с Богом уже 40 лет. И при этом каждый день молюсь, чтобы Бог помог мне понять Его любовь ко мне. Многие люди изучают разные аспекты Божьей природы. Они заучивают местописание. Но глубоко внутри они еще не познали на собственном опыте, как сильно Отец любит и ценит их. Так давай сделаем так, как ты и сказала. Давай помолимся о том, чтобы каждому, кто слышит нас сейчас, Дух Святой открыл сердце и дал Дух мудрости и откровения в познании Божьей любви. И каждому из них индивидуально. Ты не против? Да, конечно. Господь, спасибо Тебе. Прямо сейчас мы призываем кровь Иисуса на все, что может отвлекать нас в этом мире. На грехи и на все остальное, что мешает нам познавать этого совершенного Бога, который любит нас. Мы применяем кровь ко всему этому, к нашим грехам, к слепоте и от всего, что мешает нам познавать любовь, которая прямо сейчас сходит с небес в сердца наших телезрителей. И мы молимся об этом во имя Господа Иисуса Христа. Отец, спрошу Тебя, Духом Своим открой сердца каждого человека, который смотрит нас сейчас или слушает. Открой наши сердца и покажи нам свою природу. Покажи нам, что Ты личный Бог, и Ты Бог любви. Отец, мы хотим пережить личную встречу с Тобой. Отец, мы полагаемся на Тебя, и мы ожидаем, что Ты встретишься с нами на нашем человеческом уровне, потому что мы не можем приблизиться к Тебе полностью. Во имя Иешуа, открывай наши сердца и открывай нам свою любовь через Духа Святого. Прошу Тебя, Отец, делай это прямо сейчас. Дух Святой, мы славим Тебя. Ты здесь, Ты с нами. Ты в наших сердцах, в нашем разуме и в нашей душе. На веки вечные. Аминь. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. На следующей неделе Равин Кёрт завершит эту серию программ посланием о том, как вы можете ходить с Богом в своей жизни. Не пропустите этот удивительный эпизод. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповедь Равина. Если вы получаете благословение через проповедь Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мирою добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас, и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».